сейчас я покажу как сделать устройство для автоматического полива цветов из обычного куска кирпича обломка и бутылки с широким горлышком например из-под молока что мы делаем первым делом берем подходящий кусок кирпича желательно чтобы это был кирпич не красного цвета а желтый красным пережженный будет плохо пропускать воду желтый более светлый воду хорошо пропускает и этому куску кирпича мы придаем форму какого-то более менее конуса заостренного молоточка скалы в нижней части получается у нас на такой более менее заостренный конус затем берем напильник и что нам нужно сделать это чтобы верхняя часть конуса у нас вошла горлышко бутылки для этого берем напильник и как-то более-менее оттачиваю как-то более-менее заходит поглубже. Вот получился кусок кирпича, который заходит в горлышко бутылки. Теперь нам нужно бутылку обрезать так, как нам нравится, чтобы была красивая у нас конструкция. Берем нож и аккуратненько обрезаем. Вот что у нас получилось в результате. Кирпич вставляется в горлышко бутылки. Так, ну и теперь нам остается что? Просто загерметизировать место соединения. Я для этого использую термопистолет. Я думаю, что и обычный детский пластилин тоже в этом случае подойдет. Но я правда не пробовал. Значит, наносим термоклей аккуратненько по кругу. Не ранее. Чтобы здесь у нас крепко держалось и загерметизировать. Так. Насаживаем. И для большей прочности я обматываю изолентой место соединения, чтобы уже наверняка... phonenник. Хотя вполне возможно, можно этого и не делать. Вот что у нас, в результате, получилось. Дальше нам нужно испытать, что произошло. Мы наливаем сюда воду. Берем банку, наливаем воду. Мы первым делом смотрим, чтобы у нас не было протечек. Если протечек нет, он не капает, вода не течет, значит все нормально. И так оставляем на какое-то время. Дальше мы будем смотреть. Нам важно, чтобы с обломка кирпича вода не капала, а просто, чтобы он был влажный. Оставляем это дело в банке на какое-то время. И потом посмотрим, что у нас получилось. Прошло какое-то время, что мы видим. Внутри у нас воды нету, а кирпич стал очень влажный. Значит он будет напитываться водой и отдавать эту воду цветам. Ну и что мы теперь делаем дальше? Мы берем нашу емкость с кирпичом, с обломкой кирпича и просто вставляем плотненько в землю, до основания бутылки. Вот и все. Что у нас получается? Значит раз в две недели, если мы видим, что вода дошла до низа, либо воды не стало, полностью впиталась, мы просто доливаем воду. Причем этот процесс очень легко контролировать. И таким образом почва всегда слегка влажная, не пересыхает и не перевлажняется, корни не гниют и растениям всегда хватает воды. Даже если мы уезжаем в отпуск, то в принципе, налив полную емкость воды, на две-три недели мы обеспечиваем питание растений водой. Вот так все просто, из куска кирпича и бутылки. Спасибо. Спасибо. Спасибо.